Всем привет, это Бостон! Сегодня на обзоре очень интересная игра за Алдоса. Это топовый Алдос по миру, и он входит в десятку лучших игроков на этом герое. Посмотрим, как он фармит, что собирает и так далее. По составу во вражеской тиме в лесника идет Бэйн, очень сильный лесник на данный момент, его саппортит Рафаэль и Селена, а в нашей тиме Алдоса саппортит Хуфра и Эстас. На нижней линии соло лейн стоит Карина против Иксборга. Достаточно интересный выбор в качестве соло лейнера Карина, обычно Карина идет в лес. Но, видимо, этот игрок очень хорошо катает на Карине, и поэтому берет ее в любом случае. Как по мне, Алдоса не обязательно брать в лес, он также неплохо играет и на линии. Но в лесника он, естественно, посильнее. Интересно у Алдоса начало, он начал криппинг с синего бафа, но возмездие засейвил для мишки, подошел к вражескому мишке и застилил его у Бэйна. Если бы Бэйн не подошел, я думаю, Алдос бы забрал еще и жуков. Но Бэйн подошел, он был не рад тому, что забрали мишку, и сейчас забирает как раз жуков, чтобы не отдать их Алдосу. В первой половине игры нужно быть максимально сконцентрированным на фарме стаков. Этот Алдос не думает, как бы кого ганкнуть в начале. В первую очередь он думает о том, как бы побольше набить зарядов на первом скилле. По возмездию он взял фиолетовое, я думаю, также подойдет и синее возмездие, чтобы замедлять врагов. Но с фиолетового у нас будет достаточно высокий урон, так как Алдос по большей части собирается в танковые предметы. А урон фиолетового возмездия рассчитывается, исходя из того, какое у нас максимальное хп. Естественно, всех крипов он добивает первым скиллом, чтобы на нем собралось больше стаков. Важно добить крипа именно первым скиллом, а не простой автоатакой. Потому что когда мы добиваем крипа обычно автоатакой, нам добавляется на первом скилле 2 стака. А если мы добьем крипа первым скиллом, то стаков добавится в 2 раза больше, 4 штуки. Я бы сказал, что количество стаков на Алдосе важнее, чем его фарм. Хотя обычно с большим количеством стаков приходит и большое количество фарма. В любом случае этот игрок всегда добивает крипов только первым скиллом и старается не убивать их автоатакой. В этом смысле в лесу мне больше всего нравятся жуки. С одних жуков можно собрать аж 8 стаков. Поэтому я думаю, в начале игры этот Алдос пошел бы на вражеских жуков, если бы туда так рано не пришел Бэйн. Немного не рассчитал, чуть раньше, чем нужно прожал возмездие. В итоге черепаху забрал Бэйн. Но Хуфра его сильно замедлил и Бэйна первым скиллом забирает Алдос. С убийством вражеских героев у Алдоса дела обстоят еще интересней. Если их убить обычной автоатакой или вторым или третьим скиллом, то стаков мы не получим вообще. Но если мы их добиваем первым скиллом, то получаем сразу 10 стаков на пассивке. К сожалению, в этой игре мы не сможем увидеть количество стаков Алдоса, но двоих героев он только что забрал первым скиллом и соответственно сразу получил плюс 20. Я думаю, на Алдосе знать точное количество стаков не так уж и важно. Главное соблюдать основной принцип игры на Алдосе. Крипов и героев добивать первым скиллом. Тогда по количеству стаков все будет отлично. Кстати, наш Алдос еще успел и состилить вражеский синий баф, а теперь идет к своему. Ну, вполне неплохое начало, особенно для Алдоса. А пока он крепится, давай посмотрим его эмблемы. И тут мы не видим ничего необычного. Эмблема ассасина с третьим перком. После убийства вражеского героя мы будем ускоряться и отхиливаться. Снова Алдос пытается подойти к вражескому лесу, но немного не успевает. Бейн уже забрал мишку, но жуки все еще на месте, поэтому Алдос использует на них возмездие и сразу же добивает их первым скиллом. Зарабатывая тем самым 8 стаков пассивки. Кстати, обрати внимание, что Алдос заранее активировал первый скилл, атаковал им и сразу же активировал его еще раз, чтобы добить крипа. И кстати, по предметам ботинки он взял на магическое сопротивление и снижение контроля. Так как во вражеской тьме есть Селена, которая может застанеть надолго без ботинок. И Рафаэль, которая также и замедляет и станет. Кстати, на мой взгляд, Алдос это единственный герой, на котором оправданно до пятой минуты в лесника зачищать миньонов на линии. Потому что с каждой одинарной волны можно получить до 12 стаков пассивки. А как я уже говорил, фарм стаков пассивки на Алдосе даже важнее, чем фарм золота и экспы. Когда используем ульту, немного не долетая до врага, прожимаем первый скилл, чтобы он успел откатиться к тому времени, как мы подлетим. Таким образом, мы два раза подряд сможем атаковать врага усиленным первым скиллом. И опять у Алдоса не получилось забрать черепаху, ее снова забрал Бейн. А Алдос первым предметом собрал бесконечную битву. И это один из лучших предметов для Алдоса, так как он дает очень много всяких статов, включая хп, мано-реген, урон, вампиризм и даже скорость передвижения. Ну и кстати, к шестой минуте этот Алдос собрал уже достаточно стаков, чтобы наносить существенный урон с первого скилла. По моим подсчетам у него уже примерно 180 стаков, а сейчас он заработает еще 10 за уничтожение башни первым скиллом. С башнями ситуация обстоит точно так же, как и с вражескими героями. Если мы их просто уничтожаем, то не получаем стаков вообще, а если уничтожаем первым скиллом, то получаем сразу плюс 10. Да уж, тимфайт получился так себе, в живых остался только Алдос, и его могут также забрать под вышкой. Тут Алдос рассчитывал на то, что он успеет убить вражеских миньонов около вышки и башню не уничтожат, но ее снесли слишком быстро. Повезло, что хоть Рафаэль его зашатдаунила, а не Бэйн. Следующим предметом Алдос собирает злобный рык, но это только потому, что игра идет на мифической славе, а на этих рангах достаточно рано собирают защитные предметы. Соответственно, физическое пробитие со злобного рыка будет хорошо усиливать урон с первого скилла. Но если бы враги не собирали защитных предметов, то куда эффективнее было бы собрать штормовой пояс или клинок семи морей. Рафаэль явно не ожидала такого разворота. Со стаками Алдос начинает наносить просто сумасшедший урон. Продолжение следует... Ну, кстати, чисто теоретически он, скорее всего, бы зашатдаунил Бэйна, но решил все-таки не рисковать. Враги забрали лорда и теперь нужно будет защищаться. А по фарму отставание на 2500 голды. И в какой-то момент, после правильного фарма стаков, Алдос начинает наносить просто бешеный урон. У него остается единственная уязвимость в том, что его могут законтролить или замедлить. Поэтому ботинки на снижение времени контроля просто необходимы. Но и даже с максимальными стаками без поддержки тимы будет играть очень сложно. Кстати, следующим предметом он собрал керасу грубой силы. Этот предмет дает защиту, хп и, главное, скорость перемещения. Скорость перемещения для нас все-таки очень важна. Ну и крылья королевы, на мой взгляд, сейчас очень слабый предмет. Вообще непонятно, почему он собрал именно его. И вместо крыльев можно было бы собрать, например, оракул. Или тот же штормовой пояс. Видимо, количество стаков уже очень близко к максимуму. И Алдос сейчас добивает последние до 500. В течение следующей минуты Алдос фармил лес и линии, поэтому мотнул немного вперед. А тут вражеская тима решила устроить на него засаду. Ай! Финальный предмет Алдоса меня также немного удивил. Он купил морозный жезл только ради активного навыка. Чтобы, например, пережить ультимейты Иксборга, Бэйна и Клауда. И на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Удачи! И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok